так еду на техосмотр второй раз слава богу платить надо в два раза меньше за вторую побыл справедливо вчера починил машину должна пройти так что пальцы буду держать я вот приехал блин я думаю что у них обед сейчас подожду сейчас на парковочке у меня там через 18 минут должны принять здесь в принципе все точно быстро бумажки починки колесо проверили чтобы она прямо ехала сегодня утром бегал и в общем опять там короче начал вертеть от колес избавиться не могу зимних но не продаются я вообще в половину начал продавать пусть стоят в общем велосипед оставлю потому что думаю что на нем буду кататься в общем перестановку опять делаю там есть места не покрашены в кузове белым краской потому что было все заставлено но буду уже это летом делать когда тепло сейчас плохо засохнет потом ждать и бардак сейчас в общем немножко еще больше перестановку делаю но с эту ночь спал вообще блин как ребенок блин не знаю почему от хлама избавился на душе как бы все спокойно короче потому что лишних вещей нафиг надо короче да и по поводу мяса я ем сколько мяса не так долго может быть месяца два блин и вернулся но в свою старую форму как бы набрал веса нормально вешу наверно 69 уже сегодня уже до 12 ничего не кушал так сказать кофейку прям наслаждаюсь на голодную очень вкусный так немножко перерывов питания миску конечно нормально вес набрал вообще быстро и в общем мясо это как инструмент хочешь снизить вес мясо перестань кушать хочешь поднять вес кушай мясо так что у кого лишний вес просто от мяса отказывайтесь у вас будет все это быстро как бы там в оморок от того что мясо не ешь не не падаешь я вот когда начинал боялся именно того что мясо если я не поем в оморок упаду такого вообще нету как бы и поэтому хотите вес бросить мясо просто перестаньте есть и все всегда начинается событие перекусил это ну ночью сегодня как бы уже не первую ночь холодновато что там знаете это просыпаешься ложишься спальник очень жаркие чуть-чуть растягиваешься потом просыпаешься замес чего-то одеваешь потом засыпаешь опять замерз другое деваешь на общем блин как будто если так посмотреть сверху как будто всю ночь ты потихоньку одеваешься и укрываешься потеплее несмотря на то что спальник минус 11 я не знаю как бы я подмес как бы тело остывает фики узнаю там в общем сейчас в бил тему бил тема знаете швеции пойду вчера катался там смотрел что-то я не понимал что мне надо сегодня я понял в бил теме даже крутил вот это то что обогреватель в машину крутил вот там много штук они очень похожи маленькие такие и я даже не знал что это обыгрывать ли я не я не понимал потому в интернете посмотрел и понял что вот это было сам обыгрывать нужна электро еще станция я посмотрел там какая-то вообще такая банальная электростанция и в общем решил что вот куплю тут вариантов насчет электростанции очень мало может быть один по моему вот во вчерашнем магазине был один а вот этих куплю который самый дорогой ну в общем там все дешево блин этом электростанция дешевая но здесь вроде можешь подороже получше куплю но тоже цена там 150 евро это недорого вчера я сотел там по моему за 60 там 70 его в общем сейчас пойду посмотрю куплю потому что хочу это ну вот к вечеру там уже фургоне холодно да то бишь небольшой не очень уютно я жил в палатке как бы ну всяких радикальных мер но уже достаточно я себя проверил а сейчас я хочу более с комфортом сказать не то что ложится просыпаться просыпаться до чтобы но более выспанным что ли быть на самом деле в палатке я тоже часто просыпал но как бы у меня была сильная мотивация и желание победить очень сильно а сейчас у меня на таком релаксе живу что побеждать нечего все спокойно нормально вроде все там улаживается и особого стремления ну там чего-то там достичь там но нету просто живу короче да и поэтому покомфортнее хочу сделать условия сегодня еще утром подъехал венлайфер там на большом этом машине мужик один я не знаю один ждет в общем я открыл окошко и он мы разговариваем на английском я тоже там на английском ст и в общем там спрашивать я холодно было ягу ну да так что-то холдовато сегодня поеду типа грелку покупать ну там спрашивал там про парковку там ягу что она скорее всего в конце октября закроется с 1 ноября но я точно не знаю но я думаю что на зимние сезоны она закрывается и наелся блин там этих колбасок гамбургер шоколадку в общем вчера тяжело вещи он тренировался и знаете как бы когда ты не рушите организм просто требует новых поесть блин и ты ешь много да и как бы растешь на то получается и тренировки они тяжелые да там чтобы мышцы росли угла лицо чтобы не росло и это потому что лишний вес он на самом деле ставит человека вот да можно баланс иметь чтобы мышцы были более жилистые они такие там водянистые тогда и лицо будет более нормально без сахара шоколадку всех в общем так было интересно ко мне первый раз был лайфер подъехал и так разговариваем блин я так вот интересно что за человек блин пипец он собирается по европе поехать когда не знает может быть завтра вроде он спасил я еще будут там на этой парковке ночевать но я ни хера не понял или он спасил сколько ты еще будешь недель в общем туда-сюда и он поедете по в испанию ягу в потугалии хорошо но я сказал что я бы полетел в эту на канарские острова потому что если на машине поехать в португалию сейчас то это дороже чем я по полечу на канарские острова и буду жить там в палатке ну в машине я нажился в принципе мне надо арендовать парковку стокгольме лучше крытую блин потому что вроде там если снега много насыпет блин они меня не будет там два там месяца зимних и как они будут убирать но вокруг на и на уберут хочу какую-нибудь парковку адекватно найти чтобы оставить машину и в общем человек не знает когда едет и куда ей понимаете жизнь она такая блин я вот тоже вот у меня есть билеты вот лететь куда-то но я не знаю полечу я или нет я не знаю как я буду жить через месяц там через две недели я предполагаю но все может поменяться один звонок там все может меняться в этом есть вкус жизни ты не знаешь что будет чист завтра блин завтра вот я вот не работаю я не работаю но завтра мне могут позвонить я буду работать вот такая у меня жизнь и она у меня уже давно такая я все привыкнуть не могу постоянно и бывают страхи за будущее но практика все таки она ну я понимаю что я прожил 40 лет последние там пять шесть лет я живу вот таким образом так так таким образом жизни что я не знаю что я буду делать завтра то бишь ну постоянно ты должен вообще в тонусе быть в такой жизни должен быть в тонусе даже может быть больше развиваться но как бы больше развиваться у меня вот мое развитие это учить английский язык но я такой ленивый но вот с людьми и англичанами мне надо общаться потому что но вот так сидеть вот и учить но для меня это просто я просто но спать хочу мне скучно не интересно в общем но я буду стараться до конца своих лет жизни учиться выучу английский до конца жизни буду на пенсии разговаривать да ну вот пойду куплю в общем и вам отпишусь обязательно ну вот купил тут систему самую дешевую не знаю как будет гореть но больше для машин там выбора не было он сказал она очень слабая но я знаете если не попробую успокоить поэтому такие хлама уже накупил всякую можно вешать и ставить болтики куда-то вкрутить можно там было типа такой же но у очень мощная но она для дома зачем такие вещи для дома блин если ты находишься в дома блин я этого не понимаю конечно для людей наверно которые очень любят тепло о еще и фанайки длинный провод это хорошо вот такая вот штучка это стоило 10 евро что за 10 его можно разогреть но если всю ночь будет работать симпатичная новая интересно сейчас вот эту посмотрим вообще это все похоже на игрушечную серню так вот и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрю, ночью посплю, как бы... Я мог бы и без этого поспать, но просто... Хочется новенького... Вот это вот какая-то байда, блин... А, это велосипед, что ли, накачивает, блин... Наверное... А, да, вот здесь вот накачивать... Вот здесь матрас... Колесо можно... Вау... А, вот-вот-вот здесь эти... Блин, ну это пипец, блин... Для... Можно заряжать телефон, я так понимаю... А, вот здесь... Здесь причиндалы, чтобы что-то это... Короче, блин, понятно... В принципе, она нужна для того, чтобы... Как я ее вообще, блин, заряжать буду? Только когда ездить... Да, короче, блин, это, блин, полная херня... Ну вот этот маленький, только вот на ней... Ну вот розетки с собой взять на работу и заряжать я уже не могу... Тупо, блин, короче, блин... Когда ехать, заряжать от аккумулятора... Ну ладно, слава богу, что недорого... Я очень расстроен... Ну да... Этот агрегат, в общем, маленький... Работает от этой фигни... Я просто не хочу, ну, посадить аккумулятор, мало ли там... Ночью... Хоть у меня крокодилы есть, спросите, но зачем это надо? И, в общем... Эта херня, в принципе... Как там написано, компрессор... Он накачает даже автомобильное колесо, да... Я могу свободно вот эти зимние колеса... Потому что у меня АМС все-таки продать... Полностью комплект, запаски не надо... Если что, поднакачаю этим, если у меня подспустит... Хотя машина такая, что, ну... Я могу месяц не качать... И у меня стабильно, они их хорошо держат... Заряжатель, конечно... Я заезжаю от аккумулятора, поставить его не могу... То бишь, его надо лежа... Блять, кто так придумывает? Я не понимаю... Сама эта, я говорю, как игрушечная херня, блин... Ладно, пусть заряжается... Буду уборку делать... Так... Ну, в общем, разобрался... Эта штука... Она накачивает матрасы, велосипеды и машину... Я сейчас накачал себе колесо... Здесь вот... У меня 2,9... Накачал 2,9, да... Вот эта фигня... Вкручивается... И накачивается... Прикольно, если подспустилась, короче, блин... Можно накачать... Если в горной местности далеко от накачки... Но эти колеса, они, на самом деле, надежные... Поэтому... Можно телефон зарядить... Какую-нибудь херню... Ну, в общем, вещь дешевая, но... Такая не особо нужная... Я ее использую, но для чего, блин... Красивый свет, фонарик там... Включить... И все... Включить... Включить... Короче, вещь, на самом деле, необязательная... Но... Пока не менее... Блин... Ну, не знаю... Успокойся, что колесо могу накачать... Но... Больше нечего сказать... у меня тут завал дальше разбираюсь сейчас буду убираться у себя генеральную уборку делать столько всего лишнего купил холодильник 30 его он так шумит блин а зачем не холодильник если у меня уже морозильник в машине летом блин ну пипец ну я вот люблю пробовать узнать что надо что не надо но как-то вот так вот много конечно денег выкидываем ага тут есть помню Ну вот Более-менее так Разложил, лишнее выкинул Необходимое осталось В портфеле много пусть будет Здесь Целый пакет одежды Это надо стирать И вот здесь Вот так вот С пакетов вытащил туда все Убрал Вот здесь еще одежда Больше, ну одежда Должно быть столько, чтобы Ну в принципе мне удобно Я могу полгода вообще не стираться У меня много носок, трусов И футболок Я могу не стираться полгода И это очень удобно В принципе А потом там постирался Раз за один раз И все И Вот так вот я все сложил Вот колесо Там внизу колесо Вот здесь колесо И вот как спинка здесь Это я красил Было все заставлено Кровать была выше Сейчас не буду красить Влажно На улице И ждать пока красить Ждать пока высохнет Не хочу Вот теперь здесь Сидеть блин Как вот в кресле В общем да Удобно Тут можешь медитировать Что хочешь делать Прилечь Вот так вот Выкатиться В общем Нормально Мне вообще по кайфу Я эту ночь хорошо спал Сейчас еще больше Сложил все Вот интересно Вот столик поместится С этой фигней Игрушка конечно Она Ну Подкачать колеса Пусть будет Я ее укидывать не буду Хотя Ту грелку Которую я купил Я ее Просто тупо выкинул Потому что Я посчитал Что Она вообще бесполезная Очень маленькая А эту оставлю Так Ничего не мешается Под ногами Так Это За кем-то Летят Чтобы чай Разогреть Яичницу В общем Мне не нравится Вот это Мясо Кошевать Это Брызги Там В общем Не очень Мне понравилось Яичницу Сделать Не проблема А вот Все остальное Там Я думаю Что Можно уже Готово Покупать Вот так Вот я уложил Он может Поместиться А то Вчера Вчера Он падал Вот здесь Вот так Вот Да То бишь Я еще Место Сделал И Вот так Вот теперь Столик Может стоять Очень удобно Но Когда едешь На нем Ничего Оставлять Нельзя Летить Сразу Поэтому Вот еще Вот так Вот спрятано О Я считаю Кайфово Новое дыхание Новая чистота Свобода Меньше вещей Барабана Много Я не пользуюсь Да Как бы Я его Продавать не буду Потому что Продать за копейки А пусть будет Но не думаю Что я там Барабанить Там Ну Я смотрю Вот что мне Подходит Там Что я больше Делал Ну Тренироваться Я люблю Это незаменимо На велосипеде Кататься В общем На машине Едешь Сидишь Блин На велосипеде Едешь Сидишь Блин Но больше Ходить надо Мне По крайней мере Это сто процентов Я когда в палатке Жил Я очень много Ходил И Все было Отлично Так Здесь немного Вот так Вот Так бы Вот его Но я Не хочу Тут ничего Сверлить Я не знаю Как это Сделать Может Что-нибудь Подскажет Сюда Какой-нибудь Болтик Но там Что-то Есть Блин Там Вода Блин Пипец Конденсат От меня Понимаете Как Блин В палатке Как в палатке Так и в машине Вода Дождь Сейчас пока Холода Большого нет Но Вот вода Там Скатывается Очень сильно Поэтому Потолок И осел Ну ладно То ли Еще будет Так Может Потом Когда-нибудь Делаю Сейчас Больше Ни во что Деньги Вкладывать Не надо Надо Подуспокоиться Поработать И Готовиться К зиме Не надо Сейчас Вот это Вот Все Там Я даже Вот Не хочу Лишнее Раскраску Покупать И Неудобно Это Все Лучше Все Летом Делать Да Потому что Машину Мне придется На парковку Поставить На несколько Месяцев И Может быть Ее взорвут Может Крадут Ну Я не буду Загадывать Что Сделаю Там Следующий Там Весной Летом Я ее Поставлю Приеду Посмотрю Хоп Если что Поделаю Если надо Так Можно Жить Комфортно Витаминки Там Кошелечек Из Португалии Ладно Пойду Гулять Ну Вот так Дальше Не могу Сделать Потому что У меня Разбита Одна Камья На этом Телефоне Думаю Не очень Близко Видите Как я Вот Один Спальник Здесь Немного Расстегнул Чтобы Ноги Дышали В общем Сейчас Не так Холодно Я В принципе Так же В палатке Спал Но Сейчас Даже Не зима Сейчас Плюс Вая Температура На улице Дождь Ну Вот Я Не укутываюсь Так Просто Накрылся Согреваю Тепло Очень Уютно Когда Поменьше Конечно Вещей Приятно Это Все Вот Так Вот Сейчас Лампу Погашу Такой Приятный Свет Себе Сделал Опа Оставлю Сюда Так Вот Все Все Буду ложиться Спать Меня Ой Спать Что Небудь Смотреть Втыкать В телефон Конечно Какой Спать Ну Ну Вот Наступила Наступили Холода Ночью Наверное Под ноль Днем Семь Там Пять Там Три Ночью Я не знаю Сколько Но Тянуть 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 И тем Более Такая Система Что Она Все Делает Там Обертки Все Обновляет Постоянно Все Лучше Один Портфель Третий Прям Один Каждый Раз Краше Другого И Удобнее Просто Нет Предела Этому Совершенства Вещей Поэтому Сейчас Опять Хочу Соскочить На Минимализм И Несколько Раз То Захламляюсь То Расхламляюсь В общем Да И Убежден Сейчас Что В рюкзак Допустим Пятьдесят Литров У меня Самый Большой Сорок Все Что Помещается В рюкзак Можно Еще Сумку Такую Сбоку И Это Максимально Что Нужно Человеку Все Остальное Это Хлам Ненужный Придуманный Навязанный И Все Поэтому Сегодня Я Почистил Максимально Выкинул Ну Сейчас Буду Еще Чуть Смотреть Что Лишнего Сейчас У меня Вообще Тут Бардак Немножко Тут Завтра Еще Дополню Видео Что Как У меня Получилось В общем Разбираю Все Выкидываю Как Просто Даже Не Жалко Продавать Это Все Встречаться Там Они За Копейки Торгуются Так Даром Отдаешь Блин Они Еще Начинают Мозги Выкручивать Но Мне Это Вообще Не Надо Там Все Это Просто На Помойку Положил Как Б Рядом Кому Надо Пусть Возьмут Все Ну Вот Уже Вечер Тут Немножко Убрался В общем Вот Целый Пакет Барахла Думаю Что Там Можно Что-нибудь Еще Утилизировать Но Пока Спешить Не Буду Так Вот У меня Получилось Кровать Ниже Сейчас Буду Котлеты Жарить Вот У меня Тут Колеса Так Вот Место У меня Остало Ну И Все В общем Я тут На парковке Один Никто Видно В холоде Не хочет Жить Но Так Вроде Ничего В общем Какая разница Я в палатке Пробовал Ночью Жить Не пробовал А жил Зимой При минус 13 А сейчас Это Ерунда Машина Как бы Наверное Когда-то Эту парковку Там Шлагбаум Закроют Я за это Думаю Тут Как бы У меня Есть приложение Теперь Ну Надо Эволюционировать Если Я такую Жизнь Себе Выбыл Мне Надо Узнавать Больше Мест Мне Это Само Больше Всех Нравится Одно Место Я уже Вам Показывал И Буду По приложению Искать Еще Парковочные Места В общем Может быть Буду Смотреть Где Находятся Объекты И там Уже Рядом Смотреть Которые Путешественники Там Путешествовали И отмечали Места И буду Там Парковаться И жить А так Пока Меньше Хламом Уютнее Стало Еще Буду Что-то Выдумывать Колеса Продам Вообще Будет Пустота Блин Вообще Чем меньше Вещей Тем Как бы Лучше Просторней Уютно Комфортно И вообще Я считаю Что именно Захламление Делает Как бы Бескомфортную Жизнь Короче Или что-то Такое Ну в общем У меня Подняли Все Я Буду Котлеты Кушать Ааа Я хотел Пол Сейчас Буду Подметать Пол Здесь Пока Немножко Это Как видите У меня Порядочек Ну как бы Все Пока В этом Пока Все Все Я устал Как бы Я понимаю Что это Много лишнего Ненужного Попользовался Все Это будет Валяться До стасти Что-ли Для Мне это Не нужно Хлам Понравилось Если не использую То все Это не надо Просто Так Себя Ищет Человек Как бы Я себя Ищу Что мне Подходит Что нет Ну Лодка Если я На ней Покатился Покатился Мне больше Ну не хочется Мне на ней Больше кататься Че я на ней Теперь Блин Ее буду Копить И ждать Когда я На ней Буду Зачем Она нужна Все Блин Тем более Сейчас Такое Время Можно Все Арендовать Блин Намного Лучше Лодки Скоростнее Мимо Ходишь Блин Ну Это все Можно Не надо Собой Это все Возить Блин Пять Портфелей У меня Пипец Куда Я их Покупал Ну Один Ну Короче Блин Знаете Как Это Блин Увидел Захотел Что-то Знаете Или Это Шопинг Блин У меня Периодически Бывает Меня Это Просто Выводит И Каждый Раз Все Это Уходит В помойку Раздается В общем Сейчас Ну Пока Жалко Жалко А потом А потом Все Уходит Ну Я Много Раздал Вещей Раздаю Обычно Каждое Путешествие Чего-нибудь Кому-нибудь Даю Так Вот И живу Ничего Не Меняется Все По-старому Ладненько Все Будет Круто Держите Палец Вот Так У нас Поименем Чуть Чуть Две Открыли Чтобы Это Чеснока Там Котлеты Жарить Конечно Каждый Раз Но Яичницу Там Нормально А вот Котлеты Оно Бурлит Думаю Что Надо Эту Крышку Купить Тогда Может Получше Будет Косоно Гедко Готовлю Косоно Косономо Кос toen вот такой получился у меня в душе а к их котлеты туда чесночком зафигачил получится очень тепло и вкусно можно взглянуть на ваши документы где остальное я уверяю вас это все мы сказали вас зовут вода и при ней был некий ключ какой еще ключ это был необычный ключ его можно принять за украшение которое хоть с удовольствием надели на шею амели амели вашей жены матери вашей любимой дочери сирии вы не из интерпола мне стоит лишь захотеть я могу быть кем угодно ведь я знаю все это ведь не в первый раз когда вы себе не отказываете в картинах вещах кортье помните с вас сняли подозрение но ведь вы подарили тот браслет своей любовницы валерии 21 августа к ее двадцати девятилетия кто вы такой мне придется вас обыскать чтобы убедиться сеньор рапонзон у вашей секретарши больше нет знания у вас есть что он хранит на этом ключе ничего не знающий барьер идеальный сообщник я уже представляю и принадлежали другим, пока чей-то воровской ум не помог тебе развить твои таланты, навыки, которые дали тебе жизнь, о которой ты мечтала, одежду от кутюр, кухню бурмэ, отель люкс и походку на один шаг впереди закона. До сегодня. Никогда не обвиняй девушку в нечестном образе жизни. Ты просто не представляла себе, что ты стырила, иначе ты бы никогда это не взяла. Давай вот что. Ты вытаскиваешь меня, а я тебя веду прямо в ключу. А у меня лучшая идея. Ты раскрываешь мне карты полностью, а я подумаю, как тебя вытащить. Открой сначала, кто тебя нанял. И не укинь мне. Я это замечу. Кто меня нанял, я понятия не имею. Контакт с клиентом был почти всегда электронный. Почта? СМС. Закрытый? Конечно. Почти. Что-что? Ты сказала, что контакт с клиентом был почти всегда электронный. Была еще точка, тайник. В конфе в Люксембурге. Конверт. Что было в конверте? Глета в Абудаби. И фотография твоя. Инструкция была идти за тобой в аэропорту. Ты вышел за объектом, а у него выбор ключ. А на ключе 4 миллиона в криптовалюте. Флешка была пустая, кстати, бесполезная. Мой единственный способ получить деньги, это доставить ключ. И тебе велели доставить его куда? В Венецию. На прием во дворце тоже. Завтра. В полночь. Ты ждешь кого-то? Твои друзья из аэропорта. Они были в криторе пару минут назад. Можно было и раньше сказать. Они ведь гонялись за тобой, а не за мной. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Грэйс, Грэйс, остановись. Грэйс, остановись, послушай, я пытаюсь помочь тебе. Грэйс! Грэйс, остановись. 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 В этом плюс Ну ладно, пусть заезжается Так-то днем, блин, тепло, блин А под ночью, утром Главное высыпаться, а остальное вообще пофиг дым Все Просто это мне надоело Это столько Сейчас опять хочу соскочить на минимализм За это думаю тут как бы У меня есть приложение Теперь ну надо видеть Которые путешественники там путешествуют Каждый раз Крышку купить тогда может получше будет Пробуют узнать, что надо, что не надо Ну как-то вот так вот Ну вот этот маленький Только вот на ней Тупо, блин, короче, блин Когда ехать, заезжать Тупо это ягу как игрушечная херня, блин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok